Ну что ж, друзья, всем еще раз привет, доброй ночи, это 3 часа ночи, Кван и Фланки, мы с вами продолжаем смотреть команду Мибора, команду Энс, и это вторая карта Дэд Трейн, и, кстати, вторая карта Трейн, вообще, которую мы сегодня видим, привет, кстати, еще раз. И еще раз привет, пятюнички летят, пятюнички в чат, машем ручкой, улыбаемся, ну, я надеюсь, смотрим красивый КС, потому что Нюх получился каким-то скомканным, финны пикнули Нюх, отлетели 8.16, на нем... Что-то боевик какой-то? Да, 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 да. Ой-ой-ой-ой-ой, что там, гантеля какая-то у нее? Да, друзья, вот это интересно. Подержи штангу, там как раз килограмм 150. Ладно, все, ребят, нормально, мотивационно, здоровыми мыслями делимся вместе с вами. Короче, друзья, не забывайте, что у нас есть социальные сети, и мы придумали... О, мы решили, что Инстаграм будем пиарить. Да, мы будем пиарить Инстаграм, Фланки Флейн, нижняя подчеркивает меня, Кван. Прямо сейчас, два нижних подчеркивает. Можете заходить туда, если что, мы будем выкладывать в перерывах сторисы, как мы проводим перерывчики. Первый перерывчик уже был отправлен, секретная сторис номер один. Секретная сторис. Вы такого не ожидаете увидеть. Секретная сторис номер один. Да, 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 да. Ссылочку в чатике я оставил. Ребята, от души. Спасибо за подписку заранее. Вы лучше. Да, опять же, пока что победитель с никнеймом, который подписался на Кван, это Кван, выходи за меня. Да, да, кстати. Это самый топовый. Вот. Все, тоже свою ссылочку отправил. Подписывайтесь, друзья. Контента будет много. Тем более, Intel Extreme Master скоро время начинается. Там у нас будет очень много людей. Может, поснимаем какой-то контент. Я ничего не снимаю, но подписывайтесь. Но надо, надо, надо начинать, понимаешь? Будет больше, смотри, вот сколько подписок будет, вот с какой порог хочешь, чтобы начать снимать контент? Ну, тысяч десять. Тысяч десять. В первой тысяче я уже подобрался, это как одна десятая. Есть Инстаграм, который сыграл Мистера Робота и Фредди Мерквири. Актер, забыл, как его зовут. У него вообще ни одной фотки нет и три миллиона подписок. Все ждут, все ждут. Можно не выкладывать, а подписки иметь. Так что мы вот к этой цели движемся. Да, ну, спам выкладывать не будем. Лишними тоже в вашей ленте не окажемся. Подписывайтесь, друзья. Уже вот первая подписка есть. Лука. Ты красава. Прямиком из Библии подписался человек. Ладно, первая пистолетка второй карты. Прямо сейчас мибры в атаке. На своей карте. Ну, все понятно. Ну и 3Б. Ждали фаста. Все-таки Энс на Б. И раунд-то будет на Б, но с оттяжкой на зелень. Да, посмотрим, как они тут отыграют. Опять же, у нас сегодня нюк тоже был. Нюк был очень простой. Для одной команды Endpoint. Фарзы, к сожалению, на этом нюке особо показать себя не смогли. Ну, точнее, показали, но не победные. Результаты, к сожалению, оказались для них так. У нас тут сейчас полетели флешки. Выход Сергей. Ну, тут 3 опорника Б плента. Сложно с ними справляться. И к 7-то время расправляется на зелени с фером. И это уже меньшинство для Мибор. Тут какие-то супер-майнд-геймс, двойные фейки были. Вот Мибро вышел игрок на Б. Через 5 секунд 7 вышло. Ну, теперь вот, вот, на скилл, на стрельбу, на АИМ ставочка пошла. Ну, слушай, ну, один фулл он остается. Ему нужно как-то справиться с четырьмя игроками Ends. Но это слишком похоже на какую-то фантастику. А фантастики на пистолетных раундах бывают не так часто. 1-0 плюс команды Ends. Хороший старт для них. Но в любом случае это пик команды Мибор. Поэтому думаю, что они смогут себя показать. Как мы видели, обычно на трене у нас все-таки очень неплохо выстреливает именно защита. Так что команде Мибор надо хотя бы набрать 5-6-7 раундов желательно. И тогда у них все будет хорошо. Ну, мы надеемся, все-таки не зря же эту карту забрали. Если забрали, то играть умеют. Ну, или, по крайней мере, должны. Ends тоже так думали, когда пикали нюк. Третьей решающей в случае необходимости будет D-оверпасс. Фины должны подойти с максимальной ответственностью к этому матчу на трене. Напомним, проигравшая команда покидает чемпионат. Победитель утром уже сыграет Best of 3 серию за выход со второго места этой группы. Против Комплексти, по-моему, будет игра. Да, против Колов. Ну, команда Мибор вчера проиграли на DASY-2 команде Комплексти. Так что если Мибор тут каким-то образом все-таки обыграет команду D-Ens на трене, ну и со счетом 2-0, естественно, выйдут, то завтра будет матч-реванш уже серии Best of 3. Ну, а Комплексти в роли как уже немного в форме. И там будет интересный матч. Ну, очень интересный. Комплексти еще на Бласте нас удивили. Как раз-таки обыграли там Астралис. Ну да, но Астралис все обыграли. Най, тоже обыграли. Ну и к тому, что ребята на подъеме, так сказать, в тонусе находятся. Ну да. Ладно, это будет попозже. Уже наши коллеги осветят все это дело. Выход тем временем на базу B. Совещались, наверное, минуту. МАБР обсуждали первый девайсный раунд, который будет следующим. У нас на экранах такой вот мясной выход. Поставить боку. Ой, как они тут задушили. Ну, если что, Майрон забрал Фоллана так. Между прочим, бей своих, чтобы чужие боялись, как говорится. Пока 2-4 в 4 стоит стреляет Аллу. Очень больно получает. Тут еще должны мутимейты пойти помочь. Саня помогает, забирает Майрона. В итоге у нас с УПшкой идет Эрел, забирает двух игроков. Так и ФР падает к его ногам. Ну и тут же КНГ падает от Аллу. В итоге бомба дефьюзится. И это еще один раунд для Комды. Энс. Ну вот она, вот она магия КСа. Шифруешь пистолетку, отправляешь двоих на зелень. Пытаешься как-то раскачать эту оборону. А работает выход 5 голоков на Б. Вышли, поставили бомбу. Все, миссия выполнена. Есть деньги, есть хороший плотный закуп к третьему раунду с полным пулом гранат. Мэр. 5200. Ну да, да, это СГ. Что долго, видимо, там продумывал. Обсуждал план, но в итоге купил стандартный девайс. АВП в руках Аллу. Тоже имеет место быть. Ну что, попытка быстрой сотки, да, Фоллэн? Дал гранату, отошел. Не рискнул вылетать. Кстати, а больно там прилетело опасание. 13 хп у него остается. Так теперь выходить далеко не хочется. Смог закидывается пока здесь. На выход. Там Демибар. Перекидываются девайсы. В итоге у нас Аллу... А, нет, Саня просчитывается Юмп. Тут Хаешка прилетает по феру. Фер сразу такой носом подергал. Ну, неприятно. Почти пол хп потерял вот этой гранаты. Ну что, контроль? Контроль. Вот Мэй Биар. По одному разошлись на ключевые позиции. В этом моменте бразильцы. Так, он немного привлек внимание к базе Б. Но там по-прежнему один Сергей. Причем он так строго на верхней волне находится. И двойка на зелени. Это КНГ Мэрн. Дефолтный выход вдвоем. Аллу пропускает всю эту историю. Кстати, поправили нам камеру. Теперь целиком видим Аллу. А не кусочек лба из-за монитора. Да, можно увидеть его реакцию. Теперь хоть какую-то. Но вот мне нравится, как КНГ сидит. Вот его реакцию никогда не увидишь. Потому что кепку он не сдвинет. Есть такой момент. Так, ну 38 секунд. Супер медленная игра от Мэй Биар. Причем далеко не первый раз они так действуют на последних таймингах. Под девизом Рана проходит у нас пока трейн. 25 секунд. Можно что-то сделать уже. Так можно попытаться как Энс на нюке. Я просто там пятером где-нибудь залететь. Когда-нибудь. Залетные ребятки. Ну, пожалуйста, вверх-низ есть. 17 секунд. Камда Мэй Биар. Вырывается неплохо. Ну, пошли душить. Забирает Экс Севена. Ну, слушай, вообще Мэй Биар часенько так отыгрывали. Именно вот постоянно вот такие вот раунды под конец таймера. Можно сказать, что это им даже немного свойственно. Интересно, что вообще никакого размена, никакого напряжения не было со стороны Энс. То есть игрок вверх-низе умер вообще без шанса в Этериал. Экс Севена убили. И все. Даже не стреляли в сторону Мебро Фэнс. Ну, Мебро как нож по маслу прошли из Проспаянс. Реально рассекли всю защиту. Ну, и в итоге 5 в 3. Ситуация. Понятно, что Камда Мэй Биар в итоге сводит араунд. И выиграли. Ну, что засейвили. 5500 превращается в 6950 у Икс Севена. Конечно, докупятся Энс. Ну, и возможно, все-таки стоит какой-то участок карты контролировать Энс. Возможно, на котлы отправлять игрока. Как это было в предыдущем матче на трейде, который мы сегодня смотрели. Зелень подпушить. Оставлять всю карту на откуп команды Мэй Биар, как мы видим. Это плохо. Купили второй АВП, кстати. Энс Севен теперь тоже у нас снайпер. Ну, посмотрим на позиции. Я так понимаю, что Экс Севен займет позицию на зелени, да, с этим АВИКом. Ну, и один АВИК достанется Аллу, который будет контролировать, опять же, вот, типичный выход. На. Ну, что ж, Экс Севен, давай. Опять же, тут, в принципе, по дефолту должны действовать Камденс. Такой двойной выход. Экс Севен наступает. Закидывает флешку. И попытается по этой флешку, наверное, выйти чекнуть. И посмотрим, как у него это дело получится. Получается, закидывает смог, все нормально. Спешить некуда. Стандартное начало раунда. Размен дымовыми гранатами на зелени. Граната, ну, буквально 4 хп снимает КНГ. А вот тут все-таки на позиции сотки полюбопытнее. Разворачиваются дела. Сани, как мы видим, проаркадил. Фер ожидает чего-то подобного. Но при этом у него еще и бомба за спиной. То есть все-таки сотку придется занимать. Возможно, дождется тиммейта для этого. Здесь также мы видим пара игроков команды Энс. Ну, и двойка на Б. Сейчас дым тут закончится. Х7 и не уйти. Оп-оп, упрыгал, упрыгал, успел. Оп, там флешка попала сейчас, по-моему, по КНГ. Должен был услышать это. Но здесь Х7. Но Х7 здесь тоже услышал КНГ. Потому что слишком громко топал. В итоге минус 1 АВП. У Энс уже минус такая достаточно весомая сумма в экономике. Как же жестко катают. И Мэй Биар. 20 секунд. Талу вырубает по спине КНГ. Выход на Б должен быть прямо сейчас. Сергей. Ой, какая неприятная флешка. Как эта флешка зарешала Фоллэн. Набросил на выход. 10 секунд. Вторая флешка в глаза. Ну, а там Санни забрали в это время. На планте. Есть ХЕшка от Аллу. По феру попадает. Есть минус от Аллу также по феру. Добивает все-таки. Сначала он никнул ХЕшкой. Потом забрал Савика. В это время у нас минус по Аллу. И, похоже, Эриал здесь будет пытаться разобраться. Ну, слушай. Во-первых, подбирает калаш. Неплохо. Но сверху накрывает така. И это 2-2. Команда Мибор. Ну, нормально. На сторону атаки берут 2 раунда. Уже отлично. В самом начале не дают команде Энс набрать раундов. Энс, в принципе, столкнулись с той же проблемой. То есть их напрягают на зелени. Игрок прошел в тупике. Их напрягают на бей. Их вот с коннектора убили в спину. То есть Мибры слишком много ключевых точек на карте занимают. Надо или под флешку зелень тушить. Что-то где-то делать, Энс. Просто стоять на местах. Это не та стратегия. Мибры могут вот на 20-й секунде выходить и раунды выигрывать. Пересидеть бразильцев не выйдет. Да, так что нужно тут придумывать. Ну, вообще встретили, знаешь, вот как слон и мышь. Потому что Камденс быстро действует. Да, а вот Мибр долго как раз выжидает момента. Здесь разный такой стиль игры команды. Ну, по крайней мере, по той карте, что мы видели до этого в Ньюке. Пять в атаке, мы помним, взяли Энс на своей пикерке. Так, под флешки. Флешки вообще идеальные. Вот все в глаза финнам залетает. Да, ну и все. Тут вроде как пытаются контролировать все позиции. Пистолеты были сейчас в Камденс. Делается три замечательных минуса. При том, что у нас два минуса делается с фармгана. Фер там сейчас проседает. За ним бежит Аллу дальше. Ну, Аллу последний игрок в Камденс. И тут, походу, можно попытаться кого-то забрать. Вот так, например, но КНГ делает минус. И это... Ну, такой фраг. Там по 10 тысяч денег, в принципе, чисто в статистику это убийство пошло. Не более того. Да, ну хорошо смотрится Мибор. Не зря выбрали карту Трейн. На атаке даже отлично смотрится против Камденс. А Энс тут как-то напряжены. Неприятно лететь 3-2, когда играешь в сторону защиты. Хотелось бы там набирать раунды и набирать раунды. И где-то прям... Ой-ой-ой. Вот это выход. Как-то все в блайнде. КНГ в итоге разменивает своего тиммейта. Три человека на базе. Атаку сверхнизу не выдерживает конкуренции. КНГ вообще взорвали. Остаются Фер плюс Фоллан против четверки. Энс. Ну, вообще, вот этот выход под свои флешки, когда ты сам слепнешь и ничего не можешь делать, это, конечно, печально. И что же Кам и Демипор-то поменяли? Вроде все нормально было. Ждали. Очень, так сказать, холдяще играли. И вот, пожалуйста, решили быстро сыграть. И Кам и Демипор просто их перемололи на Апплэнте. В итоге тут Авик еще делает таву-килл и минус Фоллан. В итоге отличный раунд для Энс. Ну и очень плохой для Кам и Демипора, естественно. Я бы даже сказал, что именно второй здесь ближе. Ну, там первого выходящего, по-моему, это Мейерн, был как раз-таки облэшил. А если бы флешка залетела только в игрока защиты, был бы Энтри-килл. И после этого атаки бы было попроще. Он сам мог развернуться, верно? То есть он мог отвернуться от этой флешки. Он знал, что она летит. Но, как мы видим, что получилось, то получилось. Ну, это скат и пауза ставится очень. Нас что-то посмотрели. Водичка, кофе. Все есть. Все нормально. Тактический тайм-аус, судя по всему. Дримхак Анахэ. Напоминаем, сегодня второй день. Всего чемпионата идет три дня. Кризовой фонд 100 тысяч долларов. Ну и, конечно, путевка на следующий Дримхак Мастерс. Дорогие друзья, не забывайте, что это тоже очень-очень важно. Йон Чопинг. Одна путевочка разыгрывается именно туда. В Швецию кто-то попадет. Остается у нас семь команд. После этого в Б-103 остается шесть претендентов на победу. Да, проигравший команду зарабатывает две тысячи долларов. Занимает седьмое-восьмое место. И наслаждается, в принципе, местами уже на зрительских позициях. О-хо-хо! Миг Севен. Ну, вот это команда Энт. Кстати, похоже, активизировали свою агрессивную игру. Через зелье решили сами запушить. Конечно, не пролетели. Взорвали сани. Ой. Багдад просто на зелени. Слишком много грана. Серега погибает. Все, сушите весла. В этом раунде дела не будет. Что-то опять какой-то сумбур пошел, да? Ну, Энс послушали нашего совета. Решили под флешку занимать зелень. Но там и молотов под ногами, и три гранаты. И какой-то размен этот непонятный на старте. Да, в итоге придется Энс сейчас сейвить авик и эмку. У нас сразу авик уходит на зелень. Эрил здесь тоже на тиспаун. Сейчас переходит медленно. Нужно сейвить. Как мы видим, есть три тысячи у Аллу, две сто у Сергея. Оставшиеся девайсы желательно не терять. И в следующем можно продропать. КНГ там развлекается под веселую музыку на кухне. Ну, так, скорее ждет какой-то аркады. Но очевидно, что финны в этот дом идти не будут. Да, незачем. Никого нет там. Опять же, не допопятся. Команда Мибор берут еще один раунд. Ну, пока. Ладно, нормально. На самом деле, счет равный. У обеих команд достаточно неплохие шансы на эту карту. Понятно, что Энс хотелось бы здесь камбэкнуть. Все-таки отыграться за первую. Но мне кажется, что когда ты берешь карту, ее нужно побеждать. Но команда Энс свою карту выиграть не смогли. Так, ладно, Аллу. Тут у нас авик один есть, да. Аллу пока что правился на зелень. Не особо сильно агрессию там проявляет. Интересно, что они стали все-таки дропать Энс. Мы видим, 4 армора купили. Ну, 2 докупили. Аллу мог дропнуть. У Сергея 3000. Какие-то вот долгосрочные планы, видимо, на экономику. У Энс. Ну, вообще, я думаю, что, в принципе, там играть с какого-то авика плюс Эриала, да. Один на игрок поддержки. Как это ты можешь просто там сделать kills device, забрать девайс с этим арморным парнем и отыгрывать раунд дальше. Это кулстория, если не приходит fallen зелени. Да, еще и с авиком. О, Санни! Но Санни тут недолго пел песни свои. Заливал с 5-7. Забрали его здесь. Остается Аллу. Аллу делает минус по феру. Остается только один Сергей. Ну, Сергей, кстати, с деглом против 4-х игроков. Видели мы сегодня, как кси-пауэром с этим деглом. Разворачивался и делал минус 3. Но ему там не хватало времени, чтобы бомбу поставить. Но теперь у нас тут Сергей может исполнить такую роль. Правда, ему нужно будет эту бомбу еще задефьюзить. Но на выбивании посложнее все-таки все это делать. Есть информация по Сергею. Тут стреляться даже не обязательно. Да, мэр так чисто. Ну, вообще, армор можно и подсейвить, на самом-то деле. Конечно, в него прилетает очень мало ХП. Смог закрывает. Есть прострелы какие-то. Ну и все, можно уходить отсюда. Девайс никакой особо не подсейвишь. Айвик далеко. Там еще калаш, по-моему, был, да? Какой-то. Подобрать все-таки. Или просто МК Балаванс. Ну, там и Фер, и КНГ погибали. Но слишком далеко. Слишком далеко все эти трупы. Так что Сергей остается с деглом и армором. Хлопают фанаты ММБР. У них действительно все замечательно складывается сегодня в этой серии. Напомним, победителю играть все-таки еще одно бест-то в три придется. Чем быстрее выиграют, тем лучше. ММБР руководствуется именно такой логикой. А вот Энс. Ну, как-то вообще не в своей тарелке сегодня. Энс, да. Энс, пока что реально что-то не идет у них игра. Ну, вчера у них, как бы, она тоже не шла, да? То есть, сам Нюк, вспоминаем, против Дженжи. Дженжи. Дженжи, кстати, очень знаменитая команда корейско-американская. У них состав по PUBG выиграл два раза чемпионат мира. Сначала от третьего лица, потом от первого. Если состав для вас не знаком, то... Так у них состав, по-моему, корейский, да? Ну, у них, да, состав корейский. Ну, так организация написана корейско-американская на реквипедии. Видимо, как-то там инвестиции зашли. Ну, нормально. Ну, опять же, выиграть два крупных турнира по PUBG тоже как бы нужно уметь. Ну, я думаю, что в ближайшее время-то, может, какие-то еще появятся в степени у них. Было бы здорово на это посмотреть. Ну, ладно, пока. Смотрим на команду Энс и Мибор. Дженжи там у нас будут уже дальше. По-моему, они, кстати, в полуфинале, да, уже оказываются. Поэтому можно будет посмотреть завтра. В 9 вечера по Киеву в 10 по Москве стартует первый полуфинал. Где как раз-таки команды, вышедшие с первых мест. Это Фурия, это Джи Энжи. Дожидаются оппонентов. У нас котлы под флешку. Флешка неплохая, Тако. Ну, тут вот и кто в плюсе от этой ситуации. И котлы не заняты, и Тако вроде бы может отступить. Такая непростая ситуация. Ну, вообще, Мибор опять играет такую толпящую игру. Мы видим, что там, в принципе, игрок обосновался где-то на зелени практически, да, КНГ находится, а будет там как-то выдвигаться по таймингу. Ну, и 4 игрока перемещаются тут то ли в верхниз, то ли, опять же, на АБ. Посмотрим. Верхниз, кстати, у нас не контролируется. Энс вообще, это обычное вот дело сегодня. Мы как-то контролем верх-низу, ну, никто не занимался толком. Может быть, и раз-два видели, да и все. На этом. Ну, там по старту Эрил один раз, по-моему, установился. Но его очень быстро задавили там из сотки с верх-низу. 2 плюс 2 был выход. И желание, видимо, пропало. Так, ну и, похоже, 30 секунд на таймере. Даже меньше остается. Полетел Молик. Пока что Мибор не спешат. Тут, знаешь, вот они круто играют по этому таймеру. Но одна ошибка, и все. То есть до этого им как-то там заходило. Вот сейчас КНГ, например, выходит на А. Ему причем дали пройти. Это очень важный момент, потому что никакой поддержки пока что не будет. Но тут у нас Сергей так справляется. X7, правда, падает. Саня делает минус по Майерну. Ну, и Така делает минус по Саня. Эрил минус КНГ, минус Фолан. И бомба ставится. Но это единственный игрок, который остается. Это Тако со своей СГшкой. Ну и против трех игроков. В принципе, тут можно и сыграть нормально. Главное... Ну, он ждет Хелпу. Но там уже все прошли. Все три игрока находились в плейнте. Тако все-таки без информации действовал. Убили первого игрока, который заносил бомбу. Там начался вот этот замес на катушках. Тако уже на последних секундах ставил. Фолан погиб, прикрывая своим телом. В итоге еще и зелень не сыграла. Но, в общем, проблем было слишком много. Для M.A.B.R. Ну, вообще против двух опорников, грубо говоря, здесь играли. И мы видим, что два опорника нам устраивались неплохо. Там все остальные игроки были на аппленте. И КНГ дал какую-то возможность... Какое-то время небольшое. Для того, чтобы быстрее выйти. Но не так уж хорошо это вышло у M.A.B.R. Ну ладно, пять раундов есть. Это уже такой достаточный минимум для того, чтобы отыграть на атаке. Но они могут все еще забрать еще шесть раундов каких-нибудь. Считай этот. Тем более... Мы бром, наверное, парочку еще раундов было бы достаточно. Но потенциал, конечно, у них огромный. Пять взяли они чуть ли не со старту. Ну и посмотри по деньгам. Это пока что идентичная ситуация у них команд практически. То есть там где-то три тысячи, там где-то три тысячи, там где-то нет денег, там где-то нет денег. Ну и M.A.B.R., наверное, даже получше, естественно, пока. Поэтому нужно этот раунд выигрывать. Снова укрепляем экономику. Не особо много терять девайсов. У нас M.A.B.R. очень интересно действует. Втроем в зелени были. При этом очень-очень аккуратно они выходят. X7 тут уже шил смоки на какие-то ближние позиции. Но судя по темпу, который выбрали M.A.B.R., можно, наверное, до 30 секунд вообще не париться. Да, халдить. Но, опять же, на B выходить не самая лучшая идея. Хотя, может быть, просто в предыдущий раз так получилось. Может, просто побыстрее это сделать немного. Ну и КНГ опять, смотри. Вот именно та же самая идентичная ситуация. 4 в 1. 4 на B, 4 на 1 на зелени. Но тут очень большая задача у КНГ стоит. Так, очень быстро врываются. Причем по таймингу перешел Молик здесь у нас Тако. Вообще никого не видят. Жестко. Поменяли позиции. Энз вообще кардинально. По сравнению с предыдущим раундом. Саня двоих убил. Странно, что F.E.R. не был готов к его позиции. Троих убил уже Саня. Опорники B хорошо отыгрывают два раунда. Вот понимаешь, а КНГ только-только идет сейчас к своим тиммейтам. Если что, и КНГ, наверное, дальше-то и не пойдет. КНГ просто останется там в позиции верх-низу. И даст командиан СРС дефьюзить эту бомбу. 5-5. Счет становится. 10 раундов позади. Ну что же. Осталось не так много шансов, чтобы вернуться в игру. Деньги, в принципе, у команды Mibar сейчас имеются. Закупиться есть чем. Ну а пока у нас повторчик. И вот повтор. Тот самый Тако. Мне кажется, там Саня услышал, наверное, все-таки Тинка Молика. Раз, который был вот Тако. И это могло как-то зарешать. Прямо ожидал своего оппонента там. Саня, конечно, безукоризненно разыграл эпизод. И в итоге ничья. Временная пока что у нас на экранах. Тако чекает котлы. Там пусто. 4 человека на открытой точке ждали. Ну или надеялись на какой-то быстрый раунд. Mibar прям гнут свою линию. Третий раунд. Одно и то же. 4b, 1 зелень. Причем зелень вообще не играет. Один раз там КНГ убили. И в прошлом раунде он не успел. На базу b. То есть пока стратегия не самая результативная в целом. Но смотри, они продолжают это делать. И опять вот тот же самый раунд, который был ты на предыдущем. То есть опять же по таймингу. Но сейчас они выходят раньше. Если там был таймер сначала где-то 30. Предыдущий был 45. Сейчас уже минута. Но здесь выходит как-то получше. И на самом-то деле. Но вот тут правда спиной нельзя стоять. К таким моментам. Но Фер все это дело законтролил. Забрал Сергея. И начинает перетяжка. Он дэнс. Два игрока отправляются через КТ. Ну и один игрок пойдет просто через коннектор. Но тут стоит подметить и все-таки позиции финнов. Очень сильно отличались. Тут стоял Сергей. Стоял он супер далеко. Они там вдвое постояли, мне кажется. Слушай, Аэрил то делает два отличных минуса под флешку от Аллу. Флеш асид защитанный. Причем 5 с плюсом поставлено. Но бомба-то в скором времени может взорваться. И три игрока Мибр все еще живы. Но это были размены с КТ респауна. Только сейчас подходят к бомбе. Ой-ой-ой. Адифьюз-то пошел. Адифьюз-то пошел. И успеет раздифьюзить. Да ладно, Энс. Отличный раунд. Аллу. С темном. Успел выиграть. Да и в принципе там как бы забрали последнего игрока КМД Мивр. Кто-то и не мог помешать. По таймингу все сыграли. Энс молодцы. Вопросики возникают. КМБР. Абсолютно 100% раунд. Идеально вышли в точку. Рано поставили бомбу. И слились. Ну вот момент истины. Как раз таки под флешку. Выход. Да, там сразу же размены последовало от Майерна. Но было слишком поздно. Твоих двух игроков уже не вернуть. У нас пока что в свою книжечку тренер КМД Мивр подписывает там всякие штуки. Говорит, не работает. Майерн быстрее двигаться. Или что, что-то. Ну КНГ нужно как-то что-то привносить в этот раунд. Он то люрки рождал, то просто спину смотрел. В итоге как-то без его активного участия проходят все эти вылазки на базу Б. В этот раз он не через зелень шел. Но тем не менее помочь команде не получилось. Ну что, это минус деньги. ММБР пытаются дозакупиться на то, что осталось. Есть АВП, есть калаш, три дигла. Снова Б. Быстрый выход закрепнулся. Так, ну там уже минус от Фера. Ну, вы помните, точнее по Феру. Это, кстати, калаш был. Это был калаш. Один из девайсов, который у них имеется. Ну так, ну что с АВИКом будут делать? Опять же, выход на Б. Очень быстрый. Не знаю, по-моему, знаешь, что МИБР просто за атаку пытается вот задушить. Пытаться как раз по времени, по каким-то простым идеям. Простреливать здесь фол. Он, правда, САВИК тут АЛУ готов стрелять. Полетела ХАЕшка. Вот, там без армора. Но его также сразу очень быстро забирает АЛУ. И ЭРИЛ делает минус по КНГ. Второй авик никто здесь не берет. В итоге бомба должна дефьюзиться. И у нас 12 раунд ходит пульс КМДС. Ну что, сколько? Четыре-пять раундов на базу Б пытались сходить МИБР. Абсолютно все безрезультатно. Заканчивается лучший результат. Это установка бомбы. Но до победы в раунде не доходит. Причем довольно забавно. В итоге КНГ еще в спину убили. То есть он до этого постоянно ждал люркера. Играл супер медленно. Вот конкретно в этом эпизоде не дождался. Пять-семь. Пяти раундов тоже достаточно. То ли просто экспериментируют бразильцы. Давайте по трене выхода на Б. Посмотри вон, пожалуйста. У тебя девайсы сейчас имеются. Да, ты закупаешься под ноль. Но деньги есть. И сейчас попытка еще одна. Какая-нибудь. Мне кажется, пять раундов их более чем устраивают, конечно. Чтобы перейти там на защиту. И отыграть уже защиты. Комбэкнуть как-то. Но там опять же очень много но. Забрать пистолет. Куда забрать форс какой-то. Если уж пистолет не получается. На самом деле у бразильцев хорошо выходили раунды через зелень. И вот наконец-то они вернулись к этой мете. Мы видим два человека находятся на зелени. Эту точку вообще Энс решили не чекать. Стали просто в глубине точки А в самом ее центре. Ну, например, перестали там ходить. Там КНГ постоянно возвращалась к своей команде. Но, как мы видим, все же Энс потихоньку-то эту зелень контролировать хотят. И пока никого размен не было. Минут 20. Там, кстати, верно не змеется. И тут вот такой вот вылазка-вылазка. Выпадение фолона и Тако. Делают два минуса. Тако, правда, очень сильно пострадал. Остается на 5 хп. Чуть-чуть не повезло. Там Эреалу хотя бы Тако можно было убить в этом моменте. Он только минус 95. Да, но причем дальше-то они не пошли. То есть сейчас от Аллы... О, так вот Аллу должен был убить. Слушай, а вот сейчас будет и момент истины. Его убили. Так. Что ты Мэйрон, скорее всего, должен был услышать. Поэтому Аллу... Там бомба, кстати, очень интересная, как сыграет в итоге Аллу. Мэйрон очень жестко топает. Потому что попадет ли Аллу по голове. Основная интрига. Если попадет, это все. Минус бомба. 20 секунд, да. Есть минус там. Есть минус от Сани. Есть минус Паула от Фолона. Ну и вдвоем теперь нужно отыграть против трех игроков. И мы видим, что здесь X7 как раз сделает минус по атаке. Фолон продолжает. Слушай, 3 кила сделал. Так-то можно и дается дойти. Правда, времени очень мало. Хаешка полетела. Хаешка попадает. Но ее не хватает для того, что справится с Сергеем. В итоге команда Н забирает еще один раунд. Заняли верх-низ идеально. Но абсолютно никак этой позиции, этим преимуществом не воспользовались. Так они поднялись и пошли просто дальше. Потом не стали реально спускаться. Реализовывать именно на данной позиции свою игру на предыдущем раунде. Но посмотрим, что будет сейчас. Денег не так много. Закупается под 2800. Есть Варик забрать два раунда. Но нужно как-то... На этом фальсе себя показать. А кого-то, кстати, флешечка неплохая от Фолона и килл от КНГ. И Реал, правда, разменивает сразу же. Так, потушили коктейль. Сергей забирает первого. Спрей дальше в три. Второго. Второго. Да, все, есть два фрага. Тиммейты подоспели. Так, уже один. Ну, еще и Ави, собственно, доделывай дела. Что-то как-то раундов пять, наверное, уже выиграли Энс. Мэйбер ослабили хватку. Потеряли нить игры на этой карте Детрейн. Пять раундов могут стать для них чертой, которую пересечь так и не получится. Да, ну, еще один девайсерный раунд для команды Мимбар. Последний на этой первой половине. Ну, раскидка не особо большая. КНГ, кстати, прошел. Его сейчас должен был заметить. Да, дали информацию. Аллу полетела Хаешка. Хаешка не долетает. И Фолон делает плюс по Эрилу. Также Аллу забирает КНГ. Специфичная такая Хаешка. То есть КНГ должен был сам под старую вышку на нее набежать. Но этого не произошло. Размер скидзаний. Чуть ли не с этой лестницы убивает Фолона. Но Фолон там решил Банихов устроить. Но, к сожалению, это не помогает. И так, и Миссис Ферам делают. Ну, слушай, ну вот еще один раунд похожий. Для команды Мимбар остается один только Сергей. На пятнадцатом раунде. Понятно, что сейвить смысла нет. Поэтому можно идти подраться. Позиция более-менее понятная. Это опорник базы Б. То есть не так уж много места, откуда он может пойти на это выбивание. Чекает. Да, да. Фер ждал. 9-6. Горим пополам. Все-таки шестой раунд выиграли МАБР. Но счет, конечно, более чем рабочий. 6 в атаке. Это очень хорошо. Да, можно сказать, отлично. Для команды Мимбар. Да, мне кажется, знаешь, что с их игрой их это устраивало. То есть они как-то так поиграли, побегали, попытались что-то придумывать. Да, не получилось. Но со стороны защиты у команды Мимбар должна получаться лучше. Во-первых, это их пик. Не зря они его убрали. То есть была какая-то идея. Да и мы видели, что в принципе команды со стороны защиты реально играли сильнее. Ну, как бы, возможно, действительно эта сторона немного перевешивает по балансу. На трейне, наверное, самый большой сейчас дисбаланс. Все-таки там уже все, что можно было, пофиксили. Вертига пофиксили, нюк пофиксили. Но на трейне все-таки сама специфика карты располагает. Эти длинные коридоры, они просто созданы для АВП. Созданы для того, чтобы давать молотов на этот выход нижней волны. То есть физически ее как-то переделать, наверное, будет сложно. Но, в принципе, там, наверное, перевес 55 на 45. Около того, если посмотреть статистику ХЛТВ, тоже не критичный. В пользу защиты, естественно, баланс. Ну, и мы ждем второй половины. Я думаю, финны никак не хотят вылетать с этого турнира. Все-таки первую карту слили. Тут 9 раундов взяли. Так что будут бороться, будут сражаться в атаке на трейне дальше. Ну, надеюсь, что и Мибора не сдадутся. Потому что это их пик. Хочется закрыть здесь игру со счетом 2-0. И попасть во второй матч уже, да, как-то чуть более отдохнувшим, что ли. Потому что следующий матч, это уже у нас получается Endpoint против команды North. И победители этой пары играют против команды Complexity. Да, все верно. Это будут вторые серии Best of 3. Мы сейчас подбираемся к экватору нашего киберспортивного вечера, киберспортивной ночи. Возможно, у кого-то даже уже утром, друзья, воскресенье. У кого-то день, у кого-то вечер, у кого-то выходной. А кто-то в Калифорнии сейчас. Например, вот эти ребята. Абсолютно все, кого вы видите в кадре. Все в Калифорнии. Да. В принципе, завидовать можно каждому, если что. Ну, если вы, конечно, сейчас тоже не из Калифорнии, не сидите в зале. Если в зале, то в плюсчат, как говорится. И не забывайте, друзья, что вы можете подписываться на социальные сети нашей студии, подписываться на канал и, конечно же, подписываться на наши инстаграмы. Ну, я думаю, что можно скидывать это дело в чат. Безусловно. Вот. Ланки Флейм. Будем делать. Ланки Флейм, подчеркивание Кван, все есть. Будем делать для вас контент, снимать время перерывов, чем мы занимаемся. Секретные сторис. Секретные сторис у Фланки уже есть. Ну и, конечно, сверху кнопочка фоллоу. Нажимаете. Тут будет катавица с понедельника. По пятницу. По пятницу. По воскресенье, прошу прощения. Там семь дней как бы все это дело идет. Теперь спортивная неделя открыта на КСГО МС. Нижнее подчеркивание РУМ. Но у нас вторая пистолетка. Сергей вылетает под флешечку и никого не видит. Одного МР на начекал. КНГ потерял много хп, но тоже выжил. Так. Вот это фейк. Я понимаю, Тенз. Они и на А вышли, и на Б вышли. В итоге Мибор ничего не понимает, куда идти, кого убивать. Выбили бомбу. Правда, Аллу ее очень-очень оперативно уносит под Б, где уже есть два тиммейта. Да, но команде Мибор еще два игрока защиты есть. Ой-ой-ой, Фоллан. Но Фоллан окей. Пострелял немного, стоял Аллу на 56 хп. У Ариала есть шансы забрать сейчас Тако. Ну и он перестреливает его здесь. В итоге команда Энн забирает пистолетку. И вот те самые раунды, которые взяли. Мибор 6 на первой половине, как мы видим. Но опять же, вот с этой говоркой. Да, нужно было взять пистолетку. Да, нужно будет брать какой-то форс. О, кстати, смотри, Ликвид есть, да, у нас? О, нормально. Ликвид, Фейс, все в зале. Все болеют. Айбэй Пауэр на месте. Очень много мерча. Действительно. На дримхаке. Но это прикольно. Могут себе позволить. Так, Хаешка. Оу, Майер делает минус по Эрилу. Хороший с Диггл. Тут же у нас Фоллан остается на 5 хп. Но пока в большинстве Мибор. Смотря на хелсбары. Ну, быстрого раунда уже не получится у Энс. По крайней мере, под базой я так точно. На бэ, как мы видим, два человека. КНГ переместился. МАБР во всеоружии. Мы помним атаку на нюке. То есть Энс там просто носились по карте. Здесь пытались, видимо, то же самое провернуть. Но получив по себе антрекилл, вовремя остепенились. Ну, можно сыграть тем, чем играли Мибор. Играть до 30 секунд таймера. Говорить рано. И гнать на плент. Если все получится плавно, то все выйдет и выгорит. Если нет, то, к сожалению, нет. Так, ладно. У нас пока что... Не стали, кстати, далеко. Двигаться камденс на Б. Тут у нас Фер все еще сидит вверх. Идем. Фер! Фер! Ну, это его игра, друзья. Это его позиция. Причем хаешка залетает. Кстати, его не добивает. Слушай, я помню... Как-то за уголком он так укромненько спрятался. Но это попахивает седьмым раундом для МАБР. Так, слушай, ну Фер там может выйти с этого верхнего... А, там бомбу. Никуда идти не нужно. Да, он там бомбу и выбил. Ну, вот, пожалуйста. Дигл. Отлично здесь сыграл. Фер показал Эриалу, как нужно противодействовать таким вот двойным дропам. Стал в упоре. Стал Диглом. Вот он в обдор. За лестницу там еще зацепился Сергей. Толкан даже не мог ответить Феру. 10-7. Выигранный Форс. Ну, в итоге финны докупаются в ноль. И вот тут уже пошел камбэк. Наговорили, что есть расчет у команды МИБР на эту карту. Так, Пола. Под флешку Фера делает минус по Эриалу. Также Саня очень сильно проседает. Ну и пошли по зелье, ребята. Вдвоем с пистолетами. Под смок пытаются вырваться. Но здесь есть скаут. КНГ. Тут же у нас еще и Фер. Вот так фарбленчикам все это дело подфарбливается. И без потерь команды МИБР забирают этот раунд. 10-8. МИБР очень быстро сейчас должны реабилитироваться. Вернуться к счету 10-10. Сравнять и закончить, наверное, возможно, эту карту на своей победы. Но, опять же, не торопит события. Смотрим, что у нас дальше будет. Просто мне так хочется, на самом деле. Ну, вроде как понятен план. И видим, что команды, ну, бывают проблемы. Хотя посмотрим, как будет проходить девайсный раунд следующий. Все, что можно. Словили ребята в сотни. Гранаты, молотов. Ой, Фер, посмотри, делает три минуса. Оформляет еще один. Нет, не получается. Майт, если что, помогает имайту. И все отлично. Если что, Фер сейчас сделал три минуса за счет как раз фармгана. И там начинается очень хорошая экономика у команды МИБР устаканиваться. Да-да-да-да-да. Вот они, те самые автографы. То самое замечательное худи. Как оно? Пай-то. Толстовка. Неважно. 10-9 раунд на разнице. Два ВП в защите. В принципе, мы это хотели. И мы это увидели. ВП КНГ, ВП Фоллан. Он занимается зелень, кстати, в соло Мерна. Ну, это интересно. Очень близко он занимает позицию. Никто из игроков Энс так не отыгрывал, кстати, стороны защиты, что интересно. Ну и вообще позиция именно зелень. Один на Б, трое на А. И интересный выбор. Команды МИБР. В этом плане все-таки играют сейчас они против девайсов в раунде Энс. Тут все немного посерьезнее должно быть. Мог продлевать с тиммейту. Ну, я думаю, что Мерн здесь никого не найдет. Кто-то может просто-напросто отсюда уйти. И, о, они хотят вдвоем на подсадочку. Вот так вот. Но очень близко подошел. Но все-таки не заметил. И это такой отличный муфт Команды МИБР. Сделают килл безответно. И тут уже игроки Энс начинают перемещаться на Б. Обидно должно быть Ал. Он ждал, наверное, секунд 15 эту подсадку. В итоге, когда она произошла, прицел все-таки был снизу. Перетянулись на Б. Но это абсолютно читаемо. Если до этого на закрытом плейнте находился один лишь ТАКОМ, то сейчас мы видим, подошел как раз-таки снайпер. Это КНГ. Тут абсолютно понятен ТАКОМ. Никого не убил. КНГ. Штрафанул. А бомба-то выпала. Как же неудобно. Ну, там смок есть. Смок положили. Флешка сейчас... А, ХЕ-шка полетела. Окей. Ну, это все время. Это все тайминг. Только сейчас ставится бомба. Находят. Ну, непонятно, кто кого находит. Ну, вообще, 4 в 3 ситуация. Как бы в большинстве команды МИБР нужно сейчас это большинство использовать. Но, как мы видим, Сергей здесь делает минус. Хотя Майер вместе с Фоллоном проливают кровь на Б плейнте. Ариал и Сергей падают. И бомба дефьюится. И Сани должен сейчас выходить. Хотя, кстати, бомба дефьюится до конца. Поэтому никуда у нас не пойдет Сани. Останется сэйвить Аккан. И счет 10-10. Знали 100% откуда пойдет Сани. Как раз-таки Фер на верх-низе заметил Сани в сотке. Ну, и вот только на нижней мог оказаться финский игрок. Туда же еще гранату пробросили. Заблаговременно бразильцы. В общем, все по сценарию. Мы ждали камбэк. Мы ждали хорошей игры в защите от МИБР. И мы все это получаем. Расстроены немного выглядят Энс. Настоит пауза. Так, там дают какой-то расклад, кстати, у нас. Ну, наблюдения какие-то есть. Играют-то здорово здесь. МИБР сложно как-то будет их подловить на ошибки. Видим, Зевс там тоже на большом экране дает расклады. Дополнительный листочек в этой тетрадке. Эта тетрадка настолько большая, что в нее нужно просто дальше вклеивать. Или, если прикинь, тетрадка, которая постоянно склеивается. То есть это была сначала тетрадка из 24 листов. И потом просто пошла вот эта склейка дополнительных тетрадей. Ох. Все тактики этого мира в одном месте. Ну что, 10-10, дамы и господа. 21 раунд. Карта под номером 2. Второго. Бест оф 3 на сегодня. МИБР Энс. Мэрн пропушил зелень. Ну вот тут он действует, конечно, намного лучше, чем игроки Энс. Чуть ли не в одиночку там хозяйничает. Очень много инфы. Пошло понимание, что это Б-плэнт. Меняются позиции у опорников. Подтягивается Ферн наверх-низ. Будет тяжело, Финнам. Комбинация мы видим на верхних. Пошел пушить котлы. У нас Таку его вообще не ждут. Ну все. Там сразу же полетела ХА-шка вниз на проход. В итоге Х7 немного просел. Молик закинули. Очень тяжело будет разбираться. Ну и пока что делают. Ну и пока что без шансов. В этот раунд мы должны будет выбираться команда. МИБР 11-10. Да, без потерь. Отлично. Кстати, у них там экономика, по-моему, вообще прям в шоколаде. Куча денег. Все верно. У Мэрна было порядка 10. Там уже даже 11, может быть, тысяч до начала раунда. Плюс он еще и выжил. Небольшой хайлайт. Ну вот то, чего не хватало Энс в защите. Инициатива на первых секундах. Быстрая информация, зелень. Довольно гибкая позиционная игра у топорников Б. Все это присутствует у МАБР. Они уже впереди. 11-10. Что придумали Энс? В принципе, пока ничего нового. Снова акцент на Б. Знаешь, вот я не могу вообще какую-то интересную атаку видеть от команд на трейне вообще. Ну, пытались суперпистолетку показать МАБР с каким-то двойным фейком. В итоге проиграли. То есть, зачем изобретать велосипед? Можно дать флешку два смока, выйти на Б. И это работает. Ну вот, возможно, тот самый хитроумный раунд от финнов. Все-таки был таймаут. Мы помним, там тренер подсказывал. Своим подопечным какие-то вещи. Возможно, мы увидим попытку хотя бы раскачать защиту. Все-таки и в этом раунде МИБР не занимали зелень. В отличие от предыдущих. Это может помочь атаке. Так. Ну, Молик пока вверх-вниз. Опять же сейчас полетят смоки. На Б плент от Энс. И 42 секунды у нас до конца раунда. Вот фейк на Б. По заказу. Ну, там вверх-вниз опять же контролится. Тут опять кто-то будет выпадать. Там Фер в это время все это дело контролит. Опять же двойной спуск будет. Нет, под флешку. Оу, неплохо. Под флешку Сергей просто вырывается. Делает минус по первому. Правда, Майерн здесь встречает. Правда, Эрел делает два минуса. Под флешку от Аллы. Фоллэн и Майерн падает. Ну и два игрока Камады Мибер остаются. Ситуация. 14 секунд. Так, он выбивает бомбу. Попытка поставить. Опять туда же ставит. Да ладно? Поставит. Поставит, поставит. Но мало хп у него остается. И тут уже КНГ отправляется на поиски игроков. Со стороны зелени. Ну вот с Саней проблем не будет. Но вот там сверхнизом как-то надо разобраться. И опять же за электрощитком находится еще один игрок команды Энс. И тут нужно как-то КНГ расконтролить все позиции. Мы понимаем. Так, Аллу промахивается. Дефьюз пошел. Нет, он выпал второму. КНГ отчаянно ищет. Где, где, где находится Сергей. Но Сергей не палит. А вот он в двойной пик. Странно, никто не попал. Вообще 100 хп у КНГ. Нужно уходить, сейвить АВП на самом-то деле уже ему. Так, ну все, 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 все. КНГ уходит. Ладно, счет 11-11. Камден сравнялись. Ну, тут момент был, конечно. Ну, выход на 20-й. Вот он, долгий раунд. Вот она, раскидка Б. Выход на А. Занятый верхний спот флешку. На самом деле зарешало, что Саней успел убить Таку в коннекторе. До того, как КНГ его в спину разменял. Да. Ну, и тут момент, опять же, под флешки. Отлично сыграно. Так, ну что же. Матч, пауза опять. Очень напряженная борьба у нас идет на этом матче. Ну, здорово. Как бы мы видим, что на первый матч сегодняшний бест в 3 серии с Force и Endpoint. Первая карта, которая длилась 28-26. Что у нас получается? 54 раунда? На секундочку. В 3, сколько там? В 2 часа мы вложились. На то это и матчи на вылет. На то это матчи субботы на воскресенье. Чтобы у всех было много свободного времени. О, поддержите. Анахей, вы на месте. Мы на месте. Русский стрим. Всем привет. Это мои ребята в зале. Понял. Неплохо. Ну что, после тайм-аута 23 раунд. Денег очень много у M.A.B.R. И нам предстоит нелегкая задачка выбить всю эту экономику. Да, у нас тут, кстати, Fallon. Опять же, очень агрессивную позицию АВИК занимает на зелени. Сейчас будет Run Boost. Да. В принципе, все очень просто. Run Boost прошел. Заметили там АВИК команды Mibor. Так. Ну и что же, у нас Фер наступает сверхнизу. Молик был закинут. Будет ли спускаться под флешку? Опять же, да, спускается. Но идут на сфер. Все-таки делают хоть какой-никакой размен. Айрел, правда, сразу же отвечает. Позицию толком не заняли Энс. Обратите внимание, Мэрн моментально подстраховывает уже павшего Фера. На котлы выходит Тако. Будет ли он стоять до конца в этой позиции? Дождется ли вот этой перетяжки или нет? Тако, кстати, без АВП. Это номер два. Вот он на радаре. Да, стоит. Но там сейчас флешка от тиммейта или что это? Мэрн-то на верх-низе. А, это на верх-низе. Уйти бы. Не отпустят, скорее всего, Тако. Свой минус он сделал, но этого мало. Второго забрал. Слушай, неплохо. Ну и все. Ситуация 3 в 2. Хороший бонус для команды Mibor. Отлично отыграл здесь игрок защиты. А КНГ нижнюю смотрит, а выход с верхней. Это шанс для Энс. Ну, тут два АВК. Посмотрим, как разыграют. Два АВП. Очень сливого поставили бомбу Энс. Не стали поставляться под АВП. Хотя тут момент. X7 забрал Фоллона. Хорошо. Два в два. КНГ. Если щелкнет прицелом, он труп. Подловил. Щелкнул, но щелкнул после того, как обнаружил X7. В итоге Аллу здесь встается наверху. Заметил КНГ. Там же видно, нет? Да, вот же нога торчит! Один в два Аллу спасает свою команду. И все-таки Энс борется. Все-таки не сдаются. Очередная пауза. Насколько же потеют команды? Я думаю, что пауза для Mibor. Прям очень такая серьезная. Потому что денег... Вообще деньги есть. Закупятся, да. Только бесконечно тратить деньги не получится. Нужно раунды наконец-то выигрывать. Там было вот это минимальное окно по времени, когда с верхней волны можно было зайти бесплатно в B. И как раз-таки 2 в 3 финны зашли в этот B-плен. То есть на бумаге 2 ВП встречало выход B. То есть там должно быть закрыто. Но этого не произошло. И финнов сложилось все максимально удачно. У нас опять замечательная музыка паузы. Пауза заканчивается. И мы продолжаем смотреть. Закуп полный. Денег у команды Mibor немного осталось. Да и у команды Mibor на самом деле не сказать, что там прям за крома. Как-то... А нет. Потерял RL-HP. Я думал... Холостые. Учебные гранаты. Нет. Из сотки никто не вышел. Fallen получает по каске, но отходит назад все-таки живым. Быстрая зелень прошла. Такой неоднозначный раунд. Сотка нет. Вот сотка вышла. Теперь можно осуществлять полноценное давление на базу. Слушай, ну то, что Fallen не убили на зелени, вот вам и получается. Три килл-то выходит для Mibor. Так. Но тут Fallen не попадает. Fallen остается ДХП. Но это Абик. И это Абик еще один килл оформляет. Ай-яй-яй-яй. Ну какой же он живучий здесь, а? Прям, извините меня, но прям живчик. Так. Ну что? Еще. Еще один килл. Господи, Fallen. Что ж ты творишь-то? Бессмертный Габриэль Толедо со своим последним процентом здоровья оформляет трипл килл. Сани последний. 50 секунд в его распоряжении. Есть бомба. Ну и мы помним, по ХП у него все не сладко. Ну, как мы видим, ХП, да. Но там и у Fallen и у Тако. У Fallen, точнее... А, кстати, фулл-ХПшного КНГ сейчас нашли. Но Fallen со своим Абиком может и наказать с одним КП. Он на КТ. Ну, он-то сейчас, по-моему, как раз и встретит у нас здесь Саня. Да, Саня развернулся. И Чигиряу! 12-12. Волшебный процент здоровья. Один ХП показывает Fallen. Все нормально, все было под контролем. Весь раунд, вот он повтор. Ну, это, кстати, как бы квадро. Все верно. А мог умереть. Еще в начале раунда мог умереть. Наши протокики говорят, есть еще порох в пороховницах. Или Лол 1 ХП. Лол 1 ХП бог. Гот. Что, 4 зелень. Вот такая неоднозначная стратегия от Энс. Не суперпопулярный движ на пистолетах. Сергей там занял верх-низ, кстати. Ну, недолго. Музыка играла. Убивают Сергея. Готовит саранбуз на пустую зелень. Ну, там 4 игрока. Fallen готов собирать урожай. Нет? Ну, там пистолеты. КАЕшка. Рановато немного. Да. Чуть-чуть подождал. Мог бы по трем попасть. Но там, в принципе, никакие гранаты. Хотя нет, есть гранаты. Но мы видим, что тут идет. И Майерн делает минусы. И вместе с Fallen на пару разбирается. Майерн делает 3 килла. Афер один. И Fallen также достался один фраг как раз этой зелени. 13-12. Команда Мибор экономику улучшили. Команда Энс при деньгах. Ну, посмотрим, что будут брать. Повтор от Майерна. Но тут явно пытались как-то против АВП сыграть Энс. Выпрыгивали из-за угла. Но, я думаю, Майерн только доволен таким поворотом событий. Так как все-таки у него в руках была штурмовая винтовка. Которая позволила всех убить. Что, у нас еще один тимток. Судя по всему. Ну, да, возвращаемся в зал. Возвращаемся на сцену. Анахайм. Команда Энс. Из последних сил такое уже чувство сражается на этом трейне. Крайне тяжело будет выйти на третью решающую карту. Это оверпасс. Но он как-то все дальше и дальше на горизонте. И удаляется от финнов. Кубок на месте. Да, он еще до завтра будет стоять на этом месте. Пока финальный матч не сыграется. И не определится победитель. Дрим Хаакана Ха. Так, ну что, опять раскидка. Раскидка под А. Как там смог залетел. Флешки. Аллу. Ой, слушай, а верхних-то хорошо пошел. Тут есть Молик. И... Ооо, ну только одного смогли забрать. Хотя тут с минусули и Аллу. А Эрил вместе с Сергеем уже сделали три килла. Такие два в три ситуация в меньшинстве. Акзаканда Вибор. Но хотя Сергея забрали с пушкой Ешки. Остается у нас только один Тако. Ну и Тако здесь вверх-низо выходит. Как мы видим, не получается у него здесь слишком грамотно отыграть. Если бы игрока на вагоне забрал, то, может быть, там полегче было бы с игроком на пленте. Но все-таки пауза для Камаденса работала. Что-то у нас 13-13 становится, да? Да. Да, ничейка. Очень здорово Санни сыграл. Если вы обратили внимание, он нажал на контрол и ствол вниз повернул. То есть Тако при всем желании его не видел за вагона. Вот так вот скрылся за текстуркой. Финн. И сохранил преимущество для своей команды. По численностям отыгрывали они два в одного. Да, грамотно сыграл. Тако пушит бета. Хорошая информация. КНГ сейчас займет котлы. И тут можно как отойти, так и продолжить аркаду. Тако возвращается, оставляя КНГ одного. Вот нам показывают этот момент. Второй авик на зелени. Это Фоллан. Отличная позиция. Ее просто очень сложно законтрить. Но она позволяет играть 1 плюс 4. То есть для защиты это просто палочка-выручалочка в тяжелых раундах. Когда мало гранат, когда вот тот же Тако на фармилке. АВП на котлах помогает. Так, ну КНГ заметил игроков на подходе к Б. Отступает. Очень быстро убегает. Тако. Ну, занимает позицию. Там все-таки Тако с МПшкой стоит. Поэтому будет сложно принимать прям огромное количество людей. Тем более с серьезными девайсами. Ну и время. 46 секунд. Таймер-то тикает. Ну, раскидка А. Судя по всему, 3 плюс 2. Выход на открытую базу с верх-низом. Тактика неплохая. 3 человека на А у МАБР. Двойка все еще под Б. Причем КНГ очень далеко. На Хелпо не успеет. Ну, Фоллан будет контролировать. Если что, верх-низ. Там же, опять же, должны вдвоем расконтролировать. Да, верх-низ есть. 3 килла от Фоллана. Хорошо. Ну, и тут же у нас Фер. Отличную позицию занимает. Делает минус раз. Минус два. Также начинает лоббировать между этим вагоном. Сергей делал минус по Фоллану. Саня забирает Фер. Атака минусует Саня. Сергей минус Мэрн. Ну, и остается один против двоих игроков. Сложность здесь будет. И в итоге с МПшкой Тако или все-таки КНГ с АВП. Нет времени. Нет времени. Сергей уже ничего в этом раунде не сможет сделать. По старую вышку уходит на сейв Калаша. Главное не умереть. Да, сохраняя этому жизнь. Это я понимаю. Мне нравится, как камера переключает. Знаешь, что такое? На зрителей. И потом так. На игроков резко. От первого лица мы смотрим. Да, вот так. На 360. Просто вертится камера. Ладно, на 180. На 360. Перебор. Денег нет у команды Энс. Я так понимаю, они хотят играть на овертаймы. Психологически 15-й был отдан. Какие-то там уже-то купали деглы на выходе из деспа. Все тайминги потрачены. Все позиции заняты командой МАБР. Да, ну тут сейчас Майер будет чекать зелень. Оу. Так, ну вообще чуть не отъехал здесь буквально. Есть у него смок. Есть молик. Так что если что, наверное, слапнет позицию. Оставит на зелени контроля еще фера. Ну и что же, Энс. Ну вообще, он с одним девайсом. Поэтому здесь как бы проигрывать МИБР не особо хотелось бы. Три домовые гранаты. Проигроки 6, 9 и 10. Ну, да, там, кстати, смоки полетели. Но это все были смоки от команды МИБР вроде как. Можно файкануть теоретически. Можно, но бомбу отдали. Она переходит сейчас больше к К, нежели к Б, поэтому действительно будет... А, даже не файкует, слушай, у нас справляется Сани. Но если зелень не сможет пройти, то вся эта атака обречена на провал. Как мы видим, АВП. Очень важно, конечно, как будут использованы еще смоки. Видимо, никак. Фолон всех увидел. Ну, там есть молик у Фолона. Есть также молик... Сотка закрыта. Ну, да. И выходит, ребята. И вот, пожалуйста, тут Фер. Контролит зелень. Забирает двух игроков. И зелень не проходит. А тут еще у нас Эриал в спину выходит. Выбирает Фера. Пытает справиться еще с одним игроком защиты. Не получается. Так, справляется Сани. Также у нас там Сергей забирает Майерна. Ну, шансы есть. Шансы есть, Эриал. Нет, после потери Сергея тут уже не навоюешь. Выхватывает эмочку, пытается пушить. Фолона. Получилось. Время. 6 секунд. 6 секунд время. Бомба лежит. В итоге, да. Тут СКНГ забирает Эриала. И счет 15-13. Близко. Близко команда Мибер. Для того, чтобы закрыть этот матч с учетом 2-0. На пике своего оппонента сыграли отлично. На своем пике, как мы видим, тоже отлично исполняют. Вот Энс пытаются действовать последними таймингами. Если у Майбер это заканчивалось как-то логично, установкой бомбы зачастую, то вот у Энс 2 раунда подряд просто нет опций. Нет шанса поставить эту бомбу. Плохой размен. Плохая позиционка. Хотя, конечно, свои 13 раундов они взяли. Возможно, это все отголоски еще первой половины. Все-таки 10-5 они закончили сторону. Так, ну слушай, ну фула у нас здесь все-таки закрыли. Смогли остановить этого буйного игрока Мибер. Он очень грамотно там сграл Аллу. Сделал килл со снайперской ментовки. Ну что? Сани рисковал в этом моменте. Ферн находится буквально на расстоянии вытянутой руки. В полуметре. Этот Молотов может создать чувство ложной безопасности. Если пойдет дальше Ферн, нам его не показывают. Ну, там прочекал, по-моему. И он просто стоит там дальше, опять же, на сотке. Ну, тут так. Ой, да ладно. Проспал, по-моему, вообще этот момент. Не стал стрелять по локотку. Атака была одним, единственным игроком на Б. Попахивает вообще сейвом команды ММБР. Ну что, мы сегодня 4 серии овертаймов посмотрели. Это будет еще одно плюс, понимаю. По крайней мере, 14-й раунд выигрывает Энс. Ну, тут видно, что ММБР не хотят уже сражаться, главное. Хотя у нее в КТ респе, что там бомба? Что так долго-то? Все. Ладно, все, на Б пошла. Да, за сейвит команды ММБР 3 девайса, 2 авика плюс М-ку. Поэтому здесь есть что сказать. Самый волнующий момент будет в следующем раунде. Или Энс вылетают просто с этого дримхака. Или тащат до овертаймов. Сражаются, возможно, еще и выводят на третью карту. Сценарии равновероятны. Бесконтактный КС у нас тут, в принципе, никто особо никого не ищет. Один Эйрил что-то мечется по карте. Ну, вообще она бредет, если так пойдет дальше. Посмотрим, кстати, как справиться. Ну да, КНГ делает минус без проблем. Также у нас видим, что... Слушай, а там у нас Мэйрон мог сделать, но получает минус от Аллу Савика под флешку X7. Ну и в итоге будут ли пытаться выбивать девайсы? Да, хотят выбивать девайсы, но тут Верх забирает у нас здесь X7. И Санни также падает от КНГ. Ого! Ну, слушай, три девайса просто так потеряли сейчас команда Энс. Не сказать, что это для них слишком плохо, конечно. У них там, по-моему, деньги имелись. На двух дропах должны там гранаты докупить. Ну, вообще, я не знаю. Я так смотрел, у Санни-то сейчас ноль денег было. Купит армор. По идее, калашик ему дропнут. Выбили один девайс из команды Мэйбиар. Не слишком много. Более-менее, наверное, все будет ровно. Тридцатый раунд после этой паузы. Последний в основном периоде. Тяжело вздыхает Дмитрий. Что-то чувствует? Да, чувствую, чувствую. Повертайм и чувствуешь? Вангую, да. Прогноз принимается. Но все еще шанс. Я не ванга, но люди в чате бывают вангами. Так что я открыл, а там 16-14 пишут. Кому верить? Кому верить непонятно. Давайте поверим своим глазам. Промаху Талу. Отличный шанс был сделать энтрекил. Но по пропрыгивающему феру промахнулся. Фоллэн. Очень нестандартная ситуация с АВП. Прогнали его флешкой. И фоллэн ушел в дым своего тиммейта. Рискуют команды. Рискуют снайпера обеих команд. Я бы даже так сказал. Ну, пока энтрекила не было. Не сказать, что за кем-то есть преимущество на этом 30-м раунде. Юбилейном на этой карте. Так. Опять же есть. Так, двойной дроп. От Эриала с его тиммейтом. В итоге справились здесь сейчас с Ферром. Ну, это хотя бы размин, конечно, после этого хотелось бы видеть. Там, кстати, очень агрессивно сухой Эриал. Мэр, ну, да. Очень хорошо просочился Эриал. Вроде бы много дымовых гранат было наброшено. Тем не менее, нашел тропиночку Эриал. У Тако. На базе Б только лишь Диггл. Ну, и действительно, мы к овертаймам подошли очень близко. Если не пропрется. Тако. Не дают ему такой возможности. Ну, так, слушай, фоллэн. О, не, ну там КНГ забирает уже. Посмотрим, как Диггл. Ну, кстати, шот-то дал. Но Алла выживает, и в итоге у нас остается только Фоллэн со своим АВиком. Посмотрим, как у нас справится здесь. Великий игрок. Ну, слишком сложно. 15-15. Кто бы мог подумать. Все-таки финны дотащили. Все-таки вышли на овертаймы. Кто бы мог подумать, а? Ты, знаешь, такая трагичная музыка, такая загадочная музыка. Кто бы мог подумать. Ну, 4 серии овертаймов. Сегодня мы посмотрели на Вертига с участием Форс. Если вы смотрели трансляцию с самого начала, вы в курсе. Ну, здесь мы начинаем. Начинаем. Первую серию допов. По 16 тысяч денег. Под романтичную музыку. Отправляю ссылочку на Инстаграм в чат. И у вас есть замечательная возможность. Я, кстати, тоже скидываю. На 2 сразу Инстаграма. Подписаться. Я даже готов сейчас сториз написать, как мы сидим. Секретная сториз номер 2, возможно, будет. Ну, не скажешь, что секретная сториз. Но, грубо говоря, сидим мы и смотрим, конечно, допы. Очень интересно. Заходите, смотрите. X7 прошел под единицу. Он уже на старой. Кстати, инфы-то нет. Инфы-то по нему нет. X7 гуляет в открытую по пленту. КНГ тиммейта убил. X7 всех продал, но вышел. Но вышел. Забрать. Первого. Казнил. Ну, такой размен спорный. Теперь X7-у бы как-то здесь не умереть еще. Получает ХЕ. Получает прострел. Ну, в минус в итоге все это получилось. Уэнс. О, Саня подписался. Саня, респект. Да, Саня, то. Красава. Лучший, лучший, ребят. Мы с вами сегодня достаточно долго сидим. Мы с вами сегодня на протяжении уже 7 часов. Если что, мы как родные стали. Подписывайся на наш инстаграм и наши социальные сети. Будем держать вас в курсе по поводу данного турнира. Ну, и, конечно, будущего Intel Extreme Masters, который будет проходиться у нас в следующей неделе с понедельника по воскресенье. Щелкает прицелом фолан на Эриал, конечно, все это прекрасно. Так, сейчас щелкнется. Может зарезать, может зарезать, старичка! Нож! Ах ты, Эриал, ну что ж так-то? Как бы надо было... Ну, вообще, горячих бразильцев резать не советуют, как говорится. Они потом слишком... Агрессируют? Да, да, да. Они потом тебе за этот нож, как бы, такое устроят. Так что лучше не испытывать. Что, так у Мэр с одной позиции попытаются сделать ретейк, но овертаймов денег. Огромное количество, так что сейви за защиту никто, конечно, не будет. Аллу отстреливает голову таком. Видел Мэр, на Мэр там на контроле. Мы его видели, да, да, да. Тут опции не остается. Инстинкт сейва все-таки срабатывает. Так, ну и минус Сергей. Ох! Шестнадцатый для команды Энс. Мало-помалу выходят вперед финны, причем они делают это за сторону нападения. Что также немаловажно. Напоминают нам третью карту. Это будет оверпасс. Счет первой шестнадцать восемь. В пользу команды Мибор. Но удивление легко. Нюк, который, в принципе, ну такая не самая ходовая карта у бразильцев, выиграли с двойным преимуществом. А вот на своем сигнатурном трене, как мы видим, овертайм. Такой вот у нас сегодня кэрис. Ну да, хотели разменяться. Кстати, Генгат сделал отличный минус под флешку Тако. Вот так вот, вверху на Б. Показал себя. Хотел еще немного покорять на молике, сделать очень рисковый килл. Но мы видим, что этого не получилось сделать. Решил все-таки засейвиться. Отойти. Ну и тут сейчас полетит ХЕшка. Залетает немного там по Х7. Смешной. Смешной дэмэдж. Абсолютно он не смущает Х7. Двойной дроп вверх-вниз. Вот приноровились Энс занимать эту точку. Ну, Марат, по-моему, слышал. Все это делал. Да и Фолл он контролирует, опять же, верх-низ. Так что здесь сейчас какое-то время будут ждать. Пытаться выходить, если флешки. Ну, вообще флешка есть. Флешка есть у Сергея. Но Сергей слишком далеко. Поэтому, если что, без флешки будет уходить сверх-низ. И Фолл он должен делать какой-то минус. Хотя он пытается тут... Но он две позиции закрывает. Вот в этом проблема. Он может отвернуться в самый неподходящий момент. Так, но он очень открыто стоял. И не уходит от этой позиции. А бомба на Б. Ой, как раскачали. Как здорово. Сейчас играли Энс. Главное перестреливать. Ну, слушай. Так-то тут, наверное, справляется. Бомба уходит. В это время Саня делает минус по феру. Хорошо. Забирает с него смок. Плюс еще. Игран атак. Энг минус. По-моему, он еще одного игрока все-таки здесь увидел. Так что по Эриалу должна быть информация. Эриал, правда, делает импульсеропатаку. Тут же Эриал забирает и Саня разбирает с Энгей. Ну, мой, какая же беда. Ну, ситуация 4 в 3 была, да, разрулена сейчас. Да, на двоих. В итоге всю команду Мибор и перестреляли. Эриал троих уничтожил. И Саня сделал даблкил. Вот он повтор. Как раз-таки от лица Эриала. Сейчас по-настоящему дали. Так. Окей. Ну, вот понимаешь, у Эриала, если я не ошибаюсь, по нему была информация. Но должен был Саня, как Энгей, увидеть. То есть он забрал одного, и второго вроде как просто видел пробегающего. И вроде ждали команду Мибор его на той позиции, но вдвоем не смогли перестрелять. Ладно. Аркадас Б захлебнулась от команды Мэйбиар. Это очень плохие новости для них. Они уже два раунда проиграли в этой серии овертаймов. Они-то в засильную сторону. Да. На секундочку. Маячит, маячит оверпасс. Я уверен, наши коллеги уже на кухне. Уже готовы к аменте следующий Best of 3. Да, мы, если что, выйдем, поговорим с ними. Они, в принципе, должны были нас заменить в 3 часа ночи. Но не все так просто. Все так просто. У нас серия Best of 3 растягивается практически в бесконечность. Как говорил великий человек, бесконечный предел. Но точнее персонаж из истории игрушек. Я не помню, как его звали. Базбастер, по-моему. Базбластер. Ну ладно, в чатике, в принципе, вспомнят обязательно. Тут 3 в 4 ситуация. Дмитрий, Дмитрий, собраться, собраться. Я понимаю, я собран практически. Бомба на зелени, причем действует, мы видим, нестандартно для себя Энс. Во-первых, это такой рваный темп. Быстрые раунды миксуются с медленными. Во-вторых, не занимается вверх-вниз. И они играют акцентированно в зелень. Мибр вообще от этого отвыкли. Обратите внимание на радар. Бразильцы просто встречают Б. Встречают Б, где один лишь Сергей. Все, я поплыл. Простите. В чатике столько вариантов этого баса было. Особенно бас-бустер. Идеально. Ладно, у нас пока 9 секунд. Ставится бомба. Прямо по таймингу, прям под конец Эрил успевает. В итоге у нас забирают Эксэмона. Выходит Савика, делает минус КНГ. Хорошо. А это шансы? Это шансы! Можно дефить, Сани! Ну, слушай, там ферзь горел в это время. В итоге ситуация 2 в 2. Один игрок от стороны зелень, другой вверх-вниз. Нет китов, нет китов у КНГ. КНГ не успел. В итоге Майрн здесь, которого также контролирует Сергей. В итоге 18-15. Первая серия допов заканчивается 3-0 в пользу. Точнее, первая половина. Первая серия допов заканчивается в пользу Энс. 3-0. И, похоже, Энс хотят брать пик команды Мибр. Размен пиками вполне вероятен. Один раунд из трех нужно выиграть команде Энс за защиту на этом трейне. Эх. Если бы были киты и КНГ просто на морозе сел и задефил, вот это был бы эпик. Вот это был бы настоящий ниндзя Дефьюз. Музыка такая, как будто мы в космосе летим. Ну, вот это бесконечный предел, вот эта тема, да, вот эта космическая. Не, на самом деле мы с тобой на третьей карте полетим, мне кажется. Почему-то матчпоинт написано и у тех, и у тех. Но мы-то знаем, у кого матчпоинт. У ребят цифры 18. Это, конечно, Энс. Ну, маппоинт. Да, матчпоинт. Еще одну карту надо сыграть вроде как. Так и есть. Ну, видимо, надеялись, что матчпоинт у Мибров будет. Да, 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 да. Ну, тут-то было. Рассчитывали. Не туда немного посмотрели. Ну, ладно. Кенгэм пытается вычислять зелень. Там очень аккуратно действует Энс. Эрил. Он слышал этот дроп, по идее. Ну, любопытно, как сыграет. Будет ли перезанимать вверх-вниз. Иксэвен дал ему молотов. Да, да, перезанимается. Причем очень надежно эта позиция. На Б вообще супердальние точки. Энс настроены выигрывать, на самом-то деле. Точки хорошие. Флешка интересная, кстати, там была брошена. Это байт. Это байт было. Неплохо. Которая просто сверху взорвалась. Ну, слушай, реализовали? Реализовали. Хорошо. Причем, а, это с Авика был килл сделан, да, внизу? Да, он фоллан, как бы. Под флешку, которая не упала вниз. Зачем нужен шутган, правильно? Не нужен шутган, нужен Авик. Вот так, кстати, а тут так спустился, но так, похоже, не нужно было спускаться. Хотя тут у нас сфера отлично по страховке действует. Забирает X7. Ситуация 4 в 3. Пока что в пользу с командой Мибор. 30 секунд. Нужно раскручивать это большинство. Ну, команда Мибор особо не спешила за стороны атаки. Мы это помним. Но тут Саня уже забирает феры. В итоге нужно все-таки поспешить. Бомба идет, бежит, мчится. Ну, и эту бомбу принимает Саня. Саня также разбирается, точнее, с ним разбирается КНГ. 13 секунд. Нужно ставить бомбу прямо сейчас. Мерн успевает сделать фейк. Он 1 в 2. Разменялся. Алло, герой команды Энс. Да какой же. Бомбе фейк по бомбе. 4 секунды. И Алло делает минус. Забирает этот матч. Или, точнее, карту под названием Дэд Трейн. В пользу своей команды. 19-15 по серии доп получилось. Ну, тут сразу такой. Браво, браво, Энс. Кто бы мог подумать, что эти ребята смогут собраться и вернуться с победой на карте Дэд Трейн. Вот это молодцы. Вот это волюшка к победе. Дальше до оверпасса. И еще одна несигнатурная карта MIBR. Да, бразильцам придется нелегко дальше. Но, слушай, у нас какой-то день сегодня открытие. То есть команда Эндпоинт забирает матч у команды Форс. Тут сейчас еще и Энс возвращаются. Да, и камбэкают. Вообще в чате в них не верили. В Энс говорили, все, 2-0, команды Мибр закроют. Все нормально. Но не тут-то было допы. И 4-0 по серии допов выигрывают Энс. Великолепно. Вот. Ну, что же, у нас третья карта на подходе. Друзья, во-первых, для того, чтобы добавить... Подожди. Это добавить не можем. Очень важная информация еще впереди. Да, вообще, если вы болеете за команду, болеть нужно за любимую команду. И не простудой или гриппом. Ну, и в этом вам поможет противовирусный препарат Кагоцел. Болей правильно. И не забывайте, что имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Хотелось бы вам напомнить о том, что вы можете поддерживать комментаторов. Потому что мы уже достаточно долго. И нам нужна какая-то энергия, сила, поддержка, щиты и так далее. Подписывайтесь на наши инстаграм-каналы. Точнее, инстаграм-страницы. Гос. Что? Подожди, стоп. Я не... Ну, ладно, короче. Подписывайтесь на Квана. Спасибо. Там будут всякие интересные штуковины. Ну, а пока небольшой перерыв. Мы к вам вернемся и продолжим смотреть серию Энс против команды Мибор. И увидим, кто же окажется сильнее. Кто пройдет дальше. А кто займет седьмое-восьмое место вместе с командой Форс. И будет выбывать из турнира. Это совсем скоро. Не уходите. Уходите.